Мир вам! Рад приветствовать на 17 канале программа «Политический вечер». Сегодня у нас в студии гость Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук. Добрый вечер! И сегодня традиционно с вами в студии работает Владимир Воля, политический обозреватель 17 канала. Начнем мы нашу беседу с темы киевских выборов. Сегодня появилось несколько новостей в продолжении того, что Блок Петра Порошенко и Удар идут совместно на местных выборах и будут поддерживать в качестве кандидата в мэры Киева нынешнего мэра Виталия Кличко, лидера партии Удар. И вот сегодня появилось сообщение о том, что Удар и Блок Петра Порошенко поделят список предвыборный в пропорции 30% на 70%. 30% партии Удар и 70% партия Блок Петра Порошенко. Кроме того... Но они идут по другим брендам, солидарность. По другим брендам, да. То есть договорились об объединении Удар-Солидарность. Вот так будет Блок Петра Порошенко и партия Удар выглядеть в избирательных списках, в бюллетенях. В бюллетенях, да. В бюллетенях. И еще одна предвыборная новость. Самопомощь показала списки, которые она создала уже, как я понимаю, составила кандидатов от партии на местные выборы и предлагает людям проверить эти списки, нет ли там перевертышей. То есть понимаете, как хотите, партия Самопомощь знает, что она понимает под этим словом перевертышей. Это такая очень хитрая манипуляция, мы должны с вами сказать, потому что в случае чего они скажут, ну так и людышды вылазься. Да. Все смотрят. Да, такой хитрый политтехнологический прием. И еще. Стал известен еще один потенциальный кандидат в мэры города Киева. Это Владимир Бондаренко. Он после Майдана исполнял обязанности мэра некоторое время. И будет идти он от партии Батьковщина Юлии Тимошенко. Вот в связи с этим вопрос к вам, Алексей. Объединение блока Петра Порошенко и удар. Это объединение сил или такая помощь удару постепенно наконец-то исчезнуть окончательно из украинской политики? Ну я думаю, уже очевидно, что конечно для удара само по себе комбинация очень невыигрышная. 30% на 70% это на самом деле печально. Чисто жест вежливости. Конечно. И на самом деле это печально, учитывая, что у удара, в данном случае, и лидер удара является мэром Киева. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что удар настолько с его рейтингом и мэра, и этой политической силой настолько сильно опустился вниз, что в данном случае они просто, знаете, прыгают в один поезд солидарности, лишь бы этот поезд их куда-то вывез. И это на самом деле, еще раз говорю, что по моему мнению, это конечно уже похоронные колокола для партии удара, очевидно. Прогноз от вас. Присоединится ли к этому объединению, по крайней мере в Киеве, Народный фронт? Это хороший вопрос. И я думаю, что скорее всего такая вероятность, ну давайте так, скажем так, 70 на 30, как вот звучные цифры, на 70% что да. 30% что они пойдут отдельным списком. Еще такой вопрос. Кандидаты, кто, допустим, уже Виталий Кличко и Владимир Бондаренко прошли тот календарный срок, когда они выдвинулись, были выдвинуты кандидатами в мэры города Киева, сдали документы в избирательную комиссию и они зарегистрированы. У кого из них больше шансы? Знаете, это... Кличко или Владимир Бондаренко? Хороший вопрос. На самом деле и тот, и другой побыли какой-то... Ну Кличко до сих пор мэр Киева, а Бондаренко был, помню, исполняющий, да, вот исполняющий обязанности главы КМДА в начале прошлого года, да, в начале. Если вы не... Вспомним, да. И тот, и другой на самом деле показали себя, ну не очень эффективными руководителями города. Не знаю, мне кажется, что было бы хорошо, если будет какой-то другой человек. Из этих двоих? Если из этих двоих, то мне кажется, что, конечно, наверное, у Бондаренко, наверное, больше плюсов, несмотря на какие-то другие нюансы, чем у Кличко. И еще один вопрос в связи с выборами в Киеве и законом о выборах. То есть получается... Который до сих пор, кстати, мы его до сих пор не видим, да, да. То есть есть какой-то какой-то текст, но... Два тура выборов, выборы мэра Киева в два тура. Да. И вот в связи с этим, нужен ли президенту или его команде в таком случае закон о двух турах, а вдруг Бондаренко во втором туре победит Кличко? Я думаю, что мы тут... Будут ли изменения в закон? Насколько вероятны? Я думаю, что два тура будут все равно в Киеве. То есть очевидно, потому что даже те все правки, которые сейчас носятся, да, подковерно на самом-то деле, все равно двотуроваясь, она прошла голосование в парламенте. Вот чем дело? То есть понимаете, эти правки там будут, но не настолько вот в таких вещах. Закон не подписан. Не подписан. Закон, тем более, не публикован и не вступил в силу. Но он проходит, мы знаем с вами, внесение правок с голоса, да, вот с протокола, который ввелся на заседании, вот эти внесения правок сейчас происходят, вроде бы. Но здесь же есть еще время до начала избирательной кампании, она начинается в начале сентября. Третьего, по-моему, третьего или четвертого. До этого времени президент еще может подумать со своей командой, посчитать, убедительные расчеты сделать и отправить обратно в Верховный Совет с определенными пожеланиями, мотивациями, обоснованиями этот закон. Знаете, да, да. Вот насколько высока вероятность, потому что вот мне видится, если действительно получается так, что выходят во второй тур Кличко и Бондаренко. Или кто-то другой, Кличко и кто-то другой даже. Даже не важно. Кличко и Бондаренко в данном случае. Для Юлии Владимировны Тимошенко предоставляется уникальная возможность победить президентскую силу на выборах в Киеве. И вряд ли она откажется, чтобы Бондаренко... То есть она будет работать на то, чтобы Бондаренко вышел во второй тур однозначно. Конечно. Но, с другой стороны, смотрите, для Юлии Тимошенко Киев это вообще очень такая твердыня, которая до сих пор не взята. На самом-то деле. Помните, в свое время Юлия Тимошенко выдвигала Турчинова в мэра Киева. Более того, были такие даже плакаты, где Юлия Тимошенко была изображена за Турчиновым. Прямо она-то за ним стояла. И вроде бы она его направляла в мэра Киева. Но это не сработало. Да, будет жаркая борьба. Да, да. Смотрите, в этом контексте у Бондаренко он более сложен. Потому что, с одной стороны, он действительно к Киеву ему знаком. Киев, да? То есть он не откуда-то извне пришел в Киев. Он даже, вот еще раз говорю, он был исполняющим обязанности главы кандидата. Насколько мне представляется. Он забирает вот эту традиционную правую нишу, нишу Майдана. Он довольно-таки умный, умный человек. Он умеет разговаривать, он умеет общаться, он умеет хорошо излагать мысли. И в этом смысле он довольно серьезная потенциальная угроза для Виталия Кличко. И в каком-то смысле даже киевские выборы станут уже, уже сейчас прогнозировать, схваткой между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Нет, сто процентов это будет схватка между Петром Порошенко и Кем-то. Я на самом деле не сказал, что именно Юлия Тимошенко. Все равно, мне кажется, что Бондаренко, он не совсем попадает в локус промайдановской электората, который... Ну как, он рассказывал у нас в эфире, что у него для внука специально за огородом построил схрон. Не, ну понятно, да, это все вещи понятные. И лента за ленту, и на бою подаваясь. Ну смотрите, ну уже сейчас, вот допустим, тот же Бюд, он делает акценты скорее на левой риторике, чем на промайдановской правой такой националистической риторике. Партия свобода, левая риторика с националистическим компонентом. Да, да. Интернационалисты, социалисты интернациональные и национальные, в общем-то... Но у Бондаренко есть и минусы, смотрите, вот чисто телекартинно-генично, он, конечно, проигрывает Виталию Кличку. Вот мы должны тоже это понимать. И это, кстати, может тоже сыграть против него на выборах мэра Киева. Потому что все-таки он, ну, к сожалению, он не очень фотогеничен. А мы знаем, что наши избиратели, значительная часть, она на самом-то деле ориентируется, ну, чтобы был гарный человек, там, кривник. И это тоже играет роль. То есть, энные проценты это просто Виталию Кличку может дать, в отличие от Владимира Бондаренко. Ну, хорошо. Вот теперь перейдем еще к одной такой сенсационной новости в блоге на «Украинской правде». Народный депутат, журналист Сергей Ильиченко, сейчас просто народный депутат. Ну, который почему-то продолжает играть в журналист. Опубликовал материал «Олигархи устали от новой власти. Тайная встреча в Хаяте». «Хаят» — это гостиница в Киеве фешенебельная. И по словам Сергея Ильиченко, на прошлых выходных 1 августа в Киеве состоялась неофициальная встреча, проведение которой никто заранее никого не информировал, в смысле общественности. Это был неформальный слет бывших и нынешних олигархов, а также представителей крупного бизнеса. Присутствовали Ахметов, Тарута, Пинчук, Хмельницкий и Косюк. Часть участников специально сорвались с отдыха на эту встречу, часть не долетела, как Константин Живаго. Был представитель от Евгения Уткина, Валерий Хорошковский был на телефонной связи и был одним из инициаторов этой встречи. «По словам источников, все были солидарны в том, что в стране идет что-то не так. И главная дискуссия шла о том, как реагировать на происходящее. Часть выступила за инициативой создания новой партии, которая бы отстаивала интересы собравшихся. В числе лоббистов этой идеи называют Тарутум, Сергея Тарутум». Так вот, насколько это утка, не утка, действительно ли могло быть? Я думаю, что это скорее утка. На самом деле, это попытка Сергея Лещенко внести такую информационную дезу в наше поле. С какой целью? С той целью показать, что вроде бы группа олигархов, старых, в кавычках, олигархов, замышляет заговор возвращения себя в политику Украины. И что борьба происходит между старыми и новыми. Что в данном случае, в этой борьбе, она действительно есть. И что вот эти старые олигархи, они хотят вернуться. Заметьте, и это все, кстати, происходит еще на фоне уже анонсированного комитета спасения Украины на создание Азаровым. То есть я думаю, что это не просто так. Не просто так Лещенко вносит сейчас вот эту информацию, где он хочет сказать нам, что вроде бы и Пинчук, и Ренат Ахметов, и Тарута, который критикует, кстати, сейчас власть за политику в Донбассе, и критикует, например, нового губернатора Донецкой области Жибридского. Активно критикуют, да, и вообще все, что там происходит. Неспроста, что эти фамилии там присутствуют. Это есть на самом-то деле такой своеобразный, еще раз говорю, информационный ДЗА, который просто Сергей Лещенко бросил от себя. Вот вроде бы он имеет эксклюзив о встрече в Хаяте. Потому что, смотрите, почему в Хаяте? Почему вот эти люди не могут встретиться где-то за пределами Украины? Я на самом-то деле думаю, что, скорее всего, так бы и было. Они бы вряд ли встречались в центре Киева, в Хаяте, и обсуждали, что... Скорее бы... Или где-то за городом какая-то... Конечно, за городом, в частном доме кого-то из этих людей, и там бы происходили какие-то обсуждения. Более того, скорее всего, они встречались бы не лично, а с помощью медийных каналов. И там, где можно было бы обеспечить меры безопасности. Конечно. Меры безопасности, чтобы никто там не был, никто не слышал. Ну, это очевидные вещи. А вот так как это сейчас делается, такой просто вброс, да, очевидно, что это и есть в данном случае брос в том смысле, чтобы показать, что старые олигархи не дремлют. Вот готовьтесь, они вернутся. В тексте статьи Сергея Олещенко в блоге «На украинской правды», да, вот он пишет, что это все представляет угрозу для Петра Порошенко, Херсения и Оценюка. Вот говоря о старшем... Что вроде бы они борцы с олигархами, и президент, и премьер, а старый олигархат страдает от этого. Это такая кампания, настрой в парламенте, и вот сейчас олигархи испугались, думают, как это все нейтрализовать. Вот в связи с темой возвращения старых политических элит в активную украинскую политику, я вот думаю, даже, может быть, и Сергей Олещенко под влиянием этой новости написал свою статью «Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объявил о создании Комитета спасения Украины». Объявил в Российской Федерации, и смысл он, в общем-то, похожий, звучил. И сейчас мы посмотрим, послушаем Николая Азарова и Владимира Алиника о смыслах, как они видят. Смысла Комитета спасения Украины. Когда я подавал в отставку с поста председателя правительства Украины, я рассчитывал, что в стране будет создано правительство национального единства, которое включит в себя представителей различных политических сил и займется самым главным восстановлением стабильности мира, спокойствия и развития в нашей стране. Об этом шла речь на моих встречах с иностранными дипломатами, которые в большом количестве наводнили Украину в конце 2013-го, в начале 2014-го года. Подчеркиваю, что условием моей отставки была стабилизация ситуации в стране, разоружение всех незаконных боевиков и законных вооруженных формирований, которые препятствовали восстановлению мира и стабильности в стране. Время показало, что в этом моем решении и в решениях руководства страны на тот период были допущены серьезные просчеты и серьезные ошибки. И, безусловно, ответственность за это лежит на мне, как на бывшем председателе правительства и на бывшем политическом руководстве страны. Но мы не могли представить себе, что в стране силы, которые захватили власть посредством государственного переворота, развяжут кровопролитнейшую войну, начнут проводить политику уничтожения своего собственного народа, разрушение экономики и доведут за кратчайшее время страну до состояния хаоса и нищеты. В Украине кризис политический, экономический и социальный. И единственный выход из кризиса – это досрочные выборы президента и парламента Украины. У нас нет президента Украины. Порошенко так и не стал президентом Украины, потому что он остался президентом Рошен. Но откройте глаза, посмотрите на факты. В Рошен все хорошо, все в шоколаде, а в Украине все плохо. Растут цены, растут коммунальные платежи. В Рошен прибыль в 9 раз выросла, а казна в Украине пуста, урезает пенсии и зарплату. Банк Порошенко процветает, а Национальный банк Украины по всему миру с протянутой рукой ходит и просит деньги в долг, которые будем отдавать не только мы с вами, а наши дети, внуки и правнуки. Вот последние слова Владимира Алиника – это то, что, в общем-то, говорят представители крайне левых, умеренные левые, центристские партии, которых, в общем-то, сейчас нету, да? Да. И правые, и крайне правые. То есть, если поставить там флаг свободы, или правого сектора, или Симоненкин флаг поставить… Да, вот еще добавлю, что сказал Николай Азаров, что они вернутся в Донецк, но через Киев. И революцию. А не через территорию контролируемую. Народ выгонит власть. Да, вот революция, да, народ выгонит власть – это то же самое, что говорит правый сектор. И еще, Комитет спасения Украины единогласно принял решение о выдвижении кандидатом в президенты Украины Владимира Лейника. Вопрос. Вернемся. При каких условиях, теоретически, Николай Азаров и его единомышленники могут вернуться в Украину? При нынешней власти, если они возвращаются, что будет? Знаете, я думаю, что в целом вообще этот проект, он немножко такой политически авантюрный. Мне кажется, что мы даже с вами понимаем, что во многом этот проект рассчитан скорее не на информационную работу. Назовем это так. На информационную работу по созданию определенных месседжей, которые будут транслироваться, и которые впоследствии и украинские СМИ будут транслировать, и мировые СМИ по поводу деятельности нынешнего правительства в Украине. То есть я скорее вижу вот этот Комитет спасения Украины как просто такой своеобразный новый информационный пункт. То есть в России есть понимание, что, допустим, Виктор Янукович, в данном случае он уже, он не пользуется ни авторитетом, ни каким-то доверием к тому, что он говорит. Нужен какой-то другой пункт создания, да, вот образов, что происходит в Украине, интерпретации событий в Украине, который бы не был вроде бы российским, но в то же время мог бы создавать такие своеобразные месседжи, критические по отношению к правительству. На кого рассчитана эта пресс-конференция и обнародование информации о том, что такой проект, в нейтральном смысле слова, что вот такая инициатива, организация неформальная, она есть уже, и она начинает работать. Есть версия, что это чисто внутрироссийские, какие-то информационные цели. Есть версия, что это на часть Донбасса, есть версия на то, что это на всю украинскую аудиторию в том числе рассчитана. Как вы считаете, может быть еще какие-то варианты? На кого это рассчитано? Это рассчитано на самом-то деле, первую очередь на то, чтобы показать и внутренняя российская аудитория, и аудитория в Украине, и для мира показать, что в Украине не все так спокойно, как часто пытаются показать нынешнее правительство и президент. Что на самом-то деле есть силы за пределами в том числе Украины, которые украинские силы, или были связаны с органами власти в Украине, которые выступают против того, что сейчас происходит в Украине. Что даже за рубежом есть некая альтернатива в данном случае России. Но мне кажется, что с другой стороны, вот на самом деле, если бы знаете, это был исключительный проект такой вот Кремля, условно говоря, то я думаю, что скорее всего Кремль бы создал этот проект не в России, а он бы скорее создал этот проект где-то за рубежом. На западе. На западе. В Англии, в Англии, в Польше. Украинское правительство изгнание. В Польше. И оттуда транслировал месседжи. Это, мне кажется, было бы пользовалось намного большим каким-то доверием. Во Франции, Виталии. А в данном случае мы видим, что просто вот у части политиков, которые сейчас находятся за пределами Украины, у них остались, мне кажется, политические амбиции. По какой-то мере это у Лимика, и у Николая Азарова. Вот давайте представим, что те иски судебные, те претензии Генпрокуратуры, МВД, СБУ, Казарову. Да. И людям, которые с ним участвуют в этом проекте, каким-то образом решается вопрос, что эти претензии снимаются. Ну, я думаю... Президент этот, парламент этот. Да. Приезжает Николай Азаров со товарищей в Украину. Что происходит в Украине? Хороший вопрос. Да. И очевидно, что он будет создать какую-то партию, которая будет двигаться в политику. Очевидно. Как отреагирует, я имел ввиду... Политикум. Понятно. Политикум. Мы с вами понимаем, что у Николая Азарова, на самом деле, в отличие от Виктора Януковича, у него более лучший имидж. Он действительно пользуется некой долей доверия. Нельзя это тоже отрицать. И в каком контексте? Он, как это сказать, он очень мудро ушел в нужный момент. Да. То есть, он ушел и все. Да. То есть, он не запятнал себя многими вещами, которые могли бы быть на нем. Да. Вот мудрый момент ухода. И потому он... Ну вот он дистанцируется от Януковича, и так он долго думал, как сказать людей Януковича. Смотрите, на самом деле, у Николая Азарова есть аудитория, и в Украине есть, например, эта аудитория, которая сейчас, например, не могла, не могла голосовать за коммунистическую партию. Я думаю, что эта аудитория вполне может посчитать, что вот Николай Азаров или силы, которые будут с ним связаны, они могут для них выступить каналом для перехода доверия и голосов. Майдан. Силы Майдана. Политические, да, силы Майдана. Активисты. Вот приезжает Азаров в Украину легально. К нему никаких уголовников и других претензий нет. Какая реакция будет правого сектора, народного фронта, части блока Петра Порошенко, самопомощи. Не, ну очевидно. Радикальная партия, Лешко, реакция предсказуемая. Конечно, конечно. У большинства будет предсказуемая реакция, это будет негативная реакция. Потому что на Николая Азарова постараются повесить все проблемы режима Януковича. А что будет с коалицией? В коалиции, конечно, начнутся бороды с шатанием, потому что будет обвинен в очередной раз генпрокуратура и президент, как человек, который является пособником, да, вот уже неоднократно выдвигается тезис, пособником сил прошлого режима, режима Януковича. Как человек, который продолжает договариваться с людьми режима Януковича, но все выдает такой, знаете, другой риторики. Очевидно, что, конечно, вот возвращение Николая Азара в Украину и снятие с него, да, каких-то дел будет означать, что Шокин перестанет быть генпрокурором. Это очевидная вещь, да. То есть Шокин будет снят, потому что очевидно, что он будет выступить, знаете, такой сакральной жертвой, да, канальной жертвой, на которой сосредоточен весь будет негатив, что вот как вы могли допустить снять претензии и так далее. То есть однозначно усилится антипрезидентский фронт? Конечно, очевидно усилится. И может ли случиться так, что с особой остротой этот фронт активизируется только на части территории, какой-то части территории Украины, а не повсеместно? Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что на самом деле в данном случае вот Николай Азаров, он пользуется определенным доверием. Но я не думаю, что он прям, знаете, он такой вот мессия, который придет, это у него рейтинг 50. Он анонсировал выдвижение кандидата в президенты Владимира Алиника из Черкасской области. У которого рейтинг на самом деле еще ниже, чем у Николая Азарова на самом деле. В целом, смотрите, с одной стороны, я так скажу, по моему мнению, конечно, это серьезная инициатива. То есть недооценивать вот то, что сейчас происходит, да, вот в Комитете спасения Украины тоже нельзя. Потому что мы сами прекрасно помним, например, даже прошлое событие, да, вспомните, вот эти комитеты даже в историческом прошлом, они на самом деле иногда в истории некоторых стран играли важную роль. Вот давайте вернемся к теме возможности возможного возвращения Николая Азарова в Украину. То есть такое возвращение при условии, что остается тот же президент, парламент, та же коалиция. Может быть результатом каких-то договоренностей геополитических? Я думаю, что... Или при других обстоятельствах тоже может быть? Отчасти, отчасти, да. Но смотрите, мне кажется, тут еще есть другой нюанс. Вот может быть, это комитет, вот мы привыкли, знаете, есть очень такая популярная точка зрения на этот счет, что это исключительно созданный Кремлем проект для каких-то манипуляций в Украине. Я думаю, что на самом деле это не совсем верно. Вполне может быть, что действительно это есть проект Николая Азарова и его друзей, которые хотят усилить собственную позицию и в том числе и в России. Потому что мы должны с вами понимать, что в России они тоже находятся как бы, знаете, на таком сложной ситуации. С одной стороны, вроде бы как бы они здесь в гостях, да, и вроде бы к нему уважение и почет. Но с другой стороны, они не включены в многие процессы, вопросы выработки политики по отношению к Украине. И вполне может быть, что в этом есть, что Николай Азаров и группа людей, которые с ним, они решили, что почему мы исключены в вопросе обсуждения украинской политики в России. Давайте мы создадим некую площадку, которая, с помощью которой мы сможем в том числе как бы говорить, что давайте мы будем вести переговоры с Кремлем о политике по отношению к Украине. То есть я на самом деле рассматриваю создание этого комитета и в этом ракурсе. Вот в связи с данной инициативой Николая Азарова я тоже склоняюсь больше к тому, что это все-таки личная какая-то инициатива Николая Азарова и же с ним. Но, тем не менее, возникает вопрос. После Майдана прошло ну уже почти полтора года, 22 августа было ровно там полтора года, если календарные даты считать месяцы, да? Почему не тогда, а сейчас, сейчас перед местными выборами? Ну потому что, опять-таки, действительно, еще раз говорю, что это второй фронт оппозиционного блока и вообще есть ли связь между этим всем? Это фронт, который будет тоже вносить определенные месседжи, очевидно, да? Он на протяжении именно местных выборов, да? Скорее всего, он будет работать на электрорад оппозиционного блока, но на самом деле, возможно, и не только на него. То есть мы должны понимать, что вполне может быть, что это вообще в целом будет фронт, да? Вот, ну, комитет спасения Украины, который будет в целом стараться информационно по-новому вносить какие-то новые месседжи, которые до этого не вносились, да, вот, в обсуждение политики в Украине. То есть и действительность, и его создание неудивительно сейчас. Но Николай Азаров на самом-то деле в России, он и даже, и до этого проявлял инициативу. Вспомните, он издал книгу об Украине, да? Совсем не так давно, и делал даже из нее открытую презентацию и обсуждение политики Украины. То есть у Николая Азаровича, у него есть, мне кажется, личная заинтересованность возвращения в политику в Украине. Он хочет вернуться в политику. В отличие от Виктора Януковича, который на самом-то деле, по большому счету, хочет, наверное, просто дожить свои дни в достатке и спокойствии. Вот говоря, опять-таки, если оппозиционный блок, если... То есть Николай Азаров никаким образом на самом деле не выразил поддержку оппозиционному блоку. и он и не сделает так. Кто-таки оппозиционный блок? Михаил Добкин, да, из медийных персон раскрученных. Кто там еще в оппозиционном? Ну, в оппозиционном блоке у нас еще есть Рабинович, Рабинович, Левочкин. Левочкин. Да, то есть, ну, оппозиционный блок, он у нас достаточно широк. Вот Левочкин Азаров, насколько между ними возможен союз? Для примера. Я думаю, что нет. Нет. Вот тогда возникает тоже такое как бы подозрение, предположение, что оппозиционный блок и Комитет спасения Украины это скорее игра в разных плоскостях, разных игроков. По большому счету, если сейчас Комитет спасения Украины вернуть в Украину, он составляет конкуренцию оппозиционному блоку. Конечно. И партия возрождения. Плюс есть такая. Плюс получается, что команда, то, что называли семья Виктора Януковича, тоже получается нам еще одно направление. Плюс партии эти гибкие тоже. Ну, партия гибкая, мне кажется, она уже вообще разборожденная. Очевидно, что на парламентских выборах вот тот результат, который они показали, он показал, что на ближайшее время они вряд ли будут активизироваться в каком-то формате. но, смотрите, мне кажется, что тут еще есть такой нюанс, что действительно комитет спасения Украины, он тоже в какой-то мере будет стараться бороться за ту же аудиторию, что и оппозиционный блок. И это очевидная вещь. И вполне может быть, что мы скоро с вами услышим новую какую-то партию, которая будет инициирована и которая будет в какой-то мере тоже играть на этом поле и будет больше аффилирована с комитетом спасения Украины. Вот что Николай Азаров, когда мы видео смотрели, собственно говоря, специально эту часть оставил, это было обращение к европейским государствам, которые были гарантами к европейским конкретным политикам. Радослав Сикорский упоминался как представитель Польши, который сказал, что это соглашение от Бога, соглашение, февральское соглашение 2014 года между Советом Майдана и Виктором Януковичем, между властью и оппозицией. Так вот, он делает упрёк. Вот этот комитет сам выглядит на самом деле ассоциация правительства в изгнании. Но это попытка. Анонсировали некоторые СМИ презентацию данного комитета как правительство в изгнании. Вот в этом смысле ещё одно почему, связанное со временем появление, это Минский процесс, который... Конечно. Самое интересное в Минском процессе препятствием является часть политического диалога. Конечно, да. Который никак не начнётся. Можно ли предположить, что всё-таки этот комитет, это проект Владимира Путина для того, чтобы достойных представителей по политическому диалогу ввести в игру, в эту игру, в процесс на смену тому же Захарченко и тому же Плотницкому? Всё-таки эти, как представители Донбасса, да? Азаров вроде бы ушёл в отставку. Вроде бы... Да, да. Хотя говорят, что человек Янукович дистанциировался и сказал, что его посадить надо. И Алины тоже. Это прозвучало месседж, что вообще он человек, который не смог поддержать порядок и, в общем-то, он должен за это понести ответственность Фикторе Януковичу. Не является ли это каким-то инструментом именно в части того, чтобы перевести тему политического диалога по поводу урегулирования Донбасса в другую плоскость, с другими людьми? Я думаю, что на самом деле нет. Знаете почему? Потому что даже когда был задан вопрос Азарову по поводу того, а будут ли они посещать самопразглашённые народные республики, Луганск и Донецк, Азаров сказал, что только прибудут в Киев, взяв власть в Киеве, только тогда, через Киев. Понимаете, и сам по себе этот месседж о чём говорит? Что Азаров рассматривает этот проект всё-таки не как проект связанный с самопразглашёнными республиками. Он рассматривает этот проект более шире, как проект, который будет стараться включаться в выработку политики, российской политики по отношению к Украине в России и в, соответственно, влиянию на политику, которая есть в Украине. Но Украине не самопразглашённых республик, не вот этой части, а в Украине большой Украине. Очевидно, что для Азарова в этом контексте самопразглашённые республики не являются чем-то, знаете, некой целью именно в ближайшей перспективе. Для Азарова, да, Азаров, то на самом деле непонятно, тут довольно сложный вопрос, что для него является приоритетом. Но если вот смотреть с точки зрения чей проект? Азарова, лично его сотоварищей и проект Кремля. Тогда получается так, если это проект Азарова, они в Украину в ближайшее время, по крайней мере, при этой власти, они не попадут Путин заказом. Если это проект не просто Азарова, но каким-то образом корреспондирующийся с интересами Владимира Путина, то, в общем-то, тогда может быть урегулирован вопрос возвращения Азарова в Украину, мы говорили, при каких обстоятельствах. и тогда украинская власть, наша украинская власть получает партнера в переговорах по урегулированию на Донбассе. Западные партнеры могут на это согласиться? Могут теоретически, хотя, может, и не могут. Знаете, мне кажется, что все-таки вот... Ну вот, сейчас извините, потому что посмотреть на Александра Захарченко и на Игоря Плотницкого, ну они как политики, ну, уровень Азарова и уровень этих людей. Азаров не стрелял. Конечно, он сам это прекрасно понимает. Он был в правительстве Януковича, но он не стрелял. Конечно. И, в общем-то, Азаров довольно популярным может быть... Как спаситель украинской экономики. Для населения Донбасса, авторитета. Не только для Донбасса. на самом деле. И тут же сразу же вопрос по-другому выглядит. Если понятно, что в силу своего не слишком высокого политического уровня Захарченко и Плотницкий многими прямо называются, что это люди руководимые из Кремля, то Азаров имеет некоторый не знаю, часть, имиджа самостоятельного игрока, да, от народа Донбасса. Вот что вы думаете, я по этому поводу. Понимаете, смотрите, еще раз, мне кажется, что мы скорее должны рассматривать этот проект еще раз в двух плоскостях. Первая плоскость, Азаров хочет показать, что он является нужным и важным игроком в России для выработки российской политики. Мне кажется, что Азаров в России чувствует свою некую ненужность. Он, наверное, думал, что, допустим, высшие должностные лица при выработке политики по отношению к Украине будут к нему активно обращаться, работать с ним. А этого не произошло. И мне кажется, что, вспомните, Азаров, на самом деле, в информационном он достаточно активен. Я еще раз напомню презентацию книги, где он рассказал, что и как, о том, что нужно принести столицу из Киева, что Киев не выполнил свою роль как столицы, что нужно федерализм, экстравагантные идеи. То есть он постоянно пытался присутствовать и быть в медийной сфере. И в том числе, зачем? Чтобы на него обратили внимание в Кремле. Потому что Азаров чувствует, что он хочет, чтобы с ним там тоже вели диалог по отношению с Украиной. А с ним там диалог не сильно ведут. Да, вот во время этой пресс-конференции. И потому Азаров создание этого комитета, это попытка первая, я думаю, первочередная задача, это не только Украина. первоочередная задача это договориться начать переговоры с Кремлем. Вот этот вопрос Азаров пытается сейчас решить. И вот он, форма была выбрана именно такая. А почему не попробовать создать такой комитет и как бы публично создать ему сразу образ с присутствием Азарова и других лиц в нем. И на самом-то деле заставить Кремль пойти на переговоры с Азаровым и группой людей, ну тех представителей, да, вот высших, высоких должностных лиц, которые сейчас живут в России, пойти на переговоры. А вот если посмотреть с точки зрения чисто международной политики, геополитики, в которой все решается, другие решают, что делать с Украиной по поводу Украины. У нас объектность очень слабая у Украины. Не создал, не создали ли Владимир Путин и его команда, своеобразный инструмент такой, чисто для того, чтобы общаться с Евросоюзом, с США, то есть, именно в это время, когда время, в общем-то, с одной стороны, говорят, есть компромиссы в отношении, сближение позиций между США и Россией по поводу Украины, Сирии, Ирака, Ирана и так далее. А с другой стороны, этот процесс идет непросто и, может быть, чисто для того и создали, смотрите, правительство в изгнании украинское, и вы смотрите этому человеку Улицова и с ним разговаривали, и он непричастен, выразительный. Но у нас была даже, мы же видели с вами реакцию официальных должностей, в том числе, например, Пескова, которые заявили, что, ну, как бы, а мы при чем здесь? Ну, создали они и что? То есть, понимаете, смотрите, позиция России здесь тоже, как бы, Россия тоже, ну, Россия все-таки, она думает о неком своем внешнем имидже. То есть, там прекрасно понимают, что действующее правительство в Украине и президента они признали. Это не является, ну, согласитесь, это как бы некая норма, которая в Москве вполне признаваема. И потому они тоже стараются публично не сказать, что, ну, 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 да, ну, какая-то инициатива. Ну, хорошо. Вот, думаю, в ближайшие недели-две до сентября станет понятно, какие-то нюансы, моменты интересные появятся, связанные с деятельностью Комитета спасения Украины, анонсировано Азаровым и Владимиром Олейником в России. То, что касается ситуации по урегулированию на Донбассе, два дня заседали подгруппы, трехсторонняя контактная группа, договорились, вроде бы, частично о том, чтобы восстановить железнодорожное сообщение. Некоторые пункты, по поводу структуры обеспечения, инфраструктуры по обеспечению питьевой водой, водой вообще. Восстановление, во всех случаях. Восстановление, да. Есть какие-то там наметки по другим направлениям, плюс обсуждали вопрос депортации или как это, перемещения на территорию подконтрольную правительству заключенных с той территории, и плюс обменялись списками пленных или удерживаемых людей. В данном случае мы не будем слишком цепляться к этому, к определению. Процесс политический затормозился. Однозначно. И в связи с этим появляется новость, что в России вступил в силу закон о двойном гражданстве. Плотницкий Игорь Плотницкий, лидер ДНР, говорит, что закон о гражданстве, то есть обсуждается возможность выдачи жителям ДНР и ЛНР российских паспортов. Это ресурс «Взгляд» со ссылкой на Луганский информационный центр. Все, кто пожелает, возможно, Российская Федерация предоставит им право получения паспорта. Плюс еще 15 мая Александр Захарченко, лидер сепаратистской ДНР, заявил, что ДНР выдаст своим гражданам паспорта только после признания республики, но это как бы уже тонкости. Вот, российские паспорта нарисовались на горизонте. Плюс в программе «Война и мир» сегодня обсуждали, да и уже неоднократно в различных СМИ звучала информация, что 80% расчетов на территории ДНР и ЛНР производится уже в рублях. Вот торможение диалога политического, вернее, политической части регулирования, оно-то на самом деле оборачивается тем, что процесс не просто замораживается, а начинает переходить в другое качество, в другое качество, в другую фазу постепенной интеграции состав России или как? Паспорта, рубли, что с этим делать? Чем дольше этот политический диалог, политическое урегулирование не двигается, тем больше с каждым разом каких-то негативных для Украины нюансов возникает. Ну вот по моим данным на самом-то деле не 20%, а все-таки 40% гривневой массы происходит, то есть 60% рублевая масса, 40% гривневая масса, ну тем не менее, ну в случае в Донецке, ДНР. в самопрозлашенном ДНР. Что говорите по поводу всех этих процессов? Я думаю, что вообще тема российского паспорта это попытка в какой-то мере решить кризисные явления, которые сейчас есть, особенно в самом-то деле в самопрозлашенном ЛНР. Это попытка людям сказать, что не просто так они страдают уже год, получают, у них живут все эти проблемы, что вот, российский паспорт близко. То есть мне кажется как раз... Это рассчитано на ту часть населения, которые ориентированы на Россию, а не те, которые ориентированы на Украину. Более того, население, которое хотело, чтобы вот эта территория, так же как Крым, получила то, что получил Крым. Я думаю, что вот эти заявления, они на самом деле свидетельствуют о неком внутреннем кризисе внутри самопрозлашенных ЛНР, даже больше, чем самопрозлашенная ДНР. Мне кажется, что в данном случае мы видим большую разницу между вот этими двумя самопрозлашенными образованиями. Хотя у нас привыкли как это их смешивать в одно, но мы видим, что процессы в них происходят по-разному. Мне кажется, самопрозлашенный ЛНР, там много сложнее Они даже разные по отношению населения той же России. Приграничная Луганская область, это намного более лояльная область войска Донского когда-то, но тем не менее. Мне кажется, вот там мы видим разрушение, легитимность самопрозлашенный ЛНР и попытку решить эту легитимность с помощью России. А вы получите российские паспорта. Не волнуйтесь, так или иначе вы получите гражданство в России. По поводу вообще самих этих процессов, конечно, де-факто понятно, что влияние России и российских экономических процессов, продуктов даже, тех же самых, на этих территориях стоит, конечно, значительно больше, чем было раньше. Но во многом тут есть и вина украинской стороны. Вот эти попытки закрыть возможность ввоза товаров со стороны Украины, постоянная идея об экономической блокаде, которую мы слышим, они не способствуют тому... Все это толкает территорию постепенно, болезненно, на сторону России. И это кажется, знаете, такая, вот, к сожалению, многие люди считают, что вот давайте сделаем, там, экономически блокируем, и многим кажется, что это такая ура-патриотическая риторика правильная. На самом-то деле, это совершенно ложная патриотическая риторика. Реальная патриотическая риторика бы стояла в том, что мы должны наоборот говорить, давайте придумать какие-то мосты, вот, building bridges, да, постройку мостов, какие возможны. Вот в экономической сфере мы можем тут работать? Давайте работать. Там, по поводу логистики с продуктами, можем работать? Работаем. По поводу восстановления железных дорог, давайте работать. Будем надеяться, что идея с логистическими центрами все-таки каким-то образом улучшит ситуацию, потому что даже, тоже опять-таки появляется информация, что вследствие этих ограничений по передвижению через линию разграничения для продуктов, товаров, стало намного больше завозиться с территории России. И тут еще, я хотел добавить тоже такой нюанс, мне кажется, тут еще есть большая ошибка нашего обсуждения проблемы в Донбассе, что мы очень часто, мы обсуждаем скорее вопрос территорий, чем вопрос людей. То есть, понимаете, мы обсуждаем вопрос, а что будет с этой территорией, но мы почему-то забываем, что на самом деле там уже миллионы людей, которые являются украинским общество гражданами до сих пор. И вот как раз вот эта вся политика по поводу вот этих идей экономической блокады и всего остального, она исходит из того, что вроде бы там людей нету. Ну и последний такой краткий ответ, очень кратко. Сегодня появилась информация о том, что президент Польши Анджей Ду, новоизбранный президент Польши. В интервью польскому агентству ПАП заявил, считаю, что в долгосрочной перспективе, если мы ищем продолжительного мирного решения, то мирные переговоры должны происходить в другом формате. Имею надежду или надеюсь, что эти разговоры будут проводиться при участии Польши и других соседей Украины продолжительный мир может обеспечить лишь широкая мирная конференция. Вот насколько это перспективно и захотят ли США и Россия вообще на эту широкую мирную конференцию усложнять себе жизнь? Не, ну, тут мы видим Дуда, который еще пока не стал президентом, но скоро, да, будет президентом Польши. Он в какой-то мере проявляет свою некую легкую антинемецкую позицию тоже. Не надо забывать, что Польша, вот Дуда, как представитель более консервативной силы, он чувствует, что Польша немного оказалась ущемлена в этом процессе. Насколько реально, что будет такая конференция? Я думаю, что это скорее желаемое, чем действительно. Польша будет, конечно, инициировать какие-то свои форматы, но вряд ли Франция, Германия и Россия и США, которые теперь тоже активно присутствуют как невидимый игрок во всем этом процессе. А с этим еще помехи. Да, потому что мы видим, что по существу в Минском формате за этот формат стоит Берлин. И Варшава, несмотря на все ее попытки сказать, что мы тоже важное мировое государство, а Варшава, к сожалению, пока не тянет. Плюс, не забываем о неком конфликтном отношении к действующему правительству в Украине со стороны Польши и Дуды. Потому что мы понимаем, что там с большим подозрением относятся к украинским правым силам, которые есть у нас, которые, в какой-то мере, аффилированы с правительством. Вот, Надя, сожгли черно... Да, да, да. Полоньюз агентства, если кому интересно, можете найти информацию, посмотреть, сожгли красный-черный флаг, флага, революционный флаг УПА. Да? Ну, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы разговор по этим темам продолжим. Будем следить, как развивается ситуация по этим тематическим направлением. Сегодня у нас в студии объяснял, общался, дискутировал гость и политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин. Программы «Война и мир» и «Политический вечер» вы можете регулярно, ежедневно смотреть на официальном сайте 17-го канала. Завтра, в четверг, программа «Политический вечер» и весь эфир 17-го канала начнется несколько ранее в 18 часов по киевскому времени. Программа «Политический вечер» обращаю внимание в 18 часов. В пятницу вы можете увидеть программу версии с Алексеем Кутеповым. Ну, а вёл программу Владимир Воля, политолог, политический обозреватель 17-го канала. Спасибо, что вы с нами. Мир вам!